Комедия о жарком непредсказуемом отдыхе в Греции. История парня, который по ночам ведет совершенно другую жизнь и детективный триллер про девушку-хакера. Вот только несколько художественных новинок этой недели. Всем привет, меня зовут Ростислав Азизов. В эфире «Около кино». Это значит, что в ближайшие минуты мы представим вашему вниманию очередной дайджест кинопремьер недели. Не переключайтесь, будет интересно. На большие экраны вышел дубликат – дебютный полнометражный фильм режиссера Билла Оливера. Главную роль в ленте сыграл один из самых перспективных молодых актеров современности Энсел Элгард, известный по роли в саге «Дивергент». В центре сюжета молодой человек по имени Джонатан. Казалось бы, его жизнь ничем не отличается от жизни других людей. Как и все, он занимается ежедневной рутиной, мечтает встретить свою любовь. Вот только влюбиться Джонатан не может, потому что это главный пункт его соглашения с другим Джонатаном, который просыпается каждую ночь и ведет совершенно другую жизнь. Но вот однажды за нарушение правил, вся жизнь Джонатана оказывается под угрозой. «Я встречаюсь с его бывшей девушкой». «Ты должен сказать ему». «Где ты был?» «Что происходит?» «Я переживаю, когда вы не ладите». «Это опасно». «Ты слишком далеко зашел». «Я люблю ее». Любителям детективных историй советуем посмотреть триллер по мотивам одноименного романа шведского журналиста и писателя Дэвида Лагеркранца, продолжающего трилогию «Миллениум» Стига Ларсона. Девушка, которая застряла в паутине. Лисбит, девушка с татуировкой дракона, умная и безжалостная мстительница, возвращается. Только ей под силу остановить самую жуткую преступную организацию. Расследование смерти разработчика искусственного интеллекта заводит ее в ловушку, сотканную ее злейшим врагом из прошлого. Помочь девушке будет тяжело даже знаменитому журналисту Макаэлю Блуквинсту. Ты думал, что у нее нет плана? Еще одна премьера недели – российский комедийный фильм для семейного просмотра «Грецкий орешек». По словам режиссера, философия его ленты в том, что у каждого человека когда-нибудь возникает сложный выбор, который в дальнейшем определяет его жизнь. Не имея этого выбора, мы плывем по течению. И это нас приводит туда, откуда спустя годы мы понимаем, что ничего и задуманного не осуществили. Герой убеждается в том, что выбор обогащает его жизнь и радикально меняет ее. Меня зовут Артур, мне 30 лет и я не знаю, чего я хочу от жизни. Десять часов утра в российской столице, в гостях у меня сегодня Семен Слепаков. Все началось месяц тому назад. Я решил сделать ей предложение. О чем же мы будем говорить на Артур? Но что-то пошло не так. Коль, мы любим и отношения. Успешный радиоведущий Артур молод, астероумен и собирается жениться. Но вскоре чувства главного героя к его пассии сходят на нет. И чтобы развеяться и снова найти себя, Кирилл решает отправиться в спонтанный отпуск в Грецию. Безбашенные выходные парни и его новоиспеченных друзей привлекают к ним внимание местных гангстеров. Так в результате целой вереницы опасных событий и неожиданных случайностей отпуск Кирилла превращается в опаснейшее приключение. Может, дело в тебе, Артур? Это мой выбор. Если вернешь эту вещь, Катарина твоя. Будь уверен, Марка. Делай выбор. Ты будешь за нее бороться или нет? Может, пусть она просто будет счастливой? Ложка дорога, кобеда. Выбор – это наше единственное оружие в борьбе с будущим. Американский боевик «Хантер-Киллер», у которого ранее возникли проблемы с прокатными документами, все-таки увидят российские зрители. Об этом во вторник заявил глава российского министерства культуры Владимир Мединский. Он уточнил, что ведомство ознакомилось с фильмом и не нашло в нем нарушений российских законов. При этом Мединский назвал «Хантер-Киллер» банальным и скучным кино с бездарным сценарием. «Сэр, у нас проблема. Я передал 6-му флоту, что вам нужна боевая субмарина». Нам дан приказ войти в воды, которые не пересекала ни одна американская подлодка. Сюжет разворачивается вокруг событий, связанных с похищением российского президента. Политический заговор, организованный правой рукой лидера страны, может привести к необратимым последствиям, предотвратить которые предстоит капитану подводной лодки и его экипажу. Картина снималась в Болгарии и Великобритании, но по замыслу авторов ее действия происходят в Баренцевом море. Кстати, для большей достоверности исполнители главных ролей лично изучили устройство субмарины. Помимо Джерарда Батлера, Гарри Олдмана и других американских актеров, в ленте задействованы наши соотечественники Юрий Колокольников, Игорь Жижикин и Михаил Горибов. Ну что, развязали войну? Нет, но похоже, влипли мы крепко. Также в кинотеатрах можно посмотреть «Богемскую рапсодию», «Ужастики 2. Беспокойный Хэллоуин», «Историю. Проигранное место» и комедию «Крымский мост. Сделано с любовью». На этом у меня все. Желаю вам отлично провести время и обязательно советую сходить в кино. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова